Всем добрый вечер, меня зовут Андрей Ушаков, я директор компании Инксистем. И в первую очередь хотел поблагодарить организаторов TEDxLeaf, команду организаторов во главе с Евгением, за то, что они сделали очень интересный, очень полезный проект. И думаю, что это только начало. Но они молодцы не только потому, что организовали TEDxLeaf, а еще и потому, что хорошо организовали порядок выступлений. Потому что вы уже услышали об открытости с точки зрения мышления от первого докладчика. Вы также услышали об открытости с точки зрения организации своей жизни, своего быта от второго докладчика. Мой доклад будет посвящен открытости на работе и будет особенно интересен тем людям, которые работают в частных компаниях или в принципе работают в каких-то сферах экономики. О чем будет доклад? Доклад будет от тех тенденций, которые наблюдаются в современной экономике и в сравнении украинской экономики с экономиками других стран. Так получилось, что в последние несколько лет мне удалось побывать в большом количестве стран и общаться там с представителями разных организаций, разных компаний. В первую очередь это были либо образовательные программы, либо командировки. Кроме этого, в нашей компании, в компании Инксистем, мы работаем порядка с тремя сотнями дилеров оптовых компаний по всему миру. Это больше, чем 30 стран. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с ними, мы сталкиваемся с разными убеждениями, с разными ценностями, с разным подходом к работе. Благодаря совмещению личного и рабочего опыта появились некоторые мысли, которыми я хотел бы с вами поделиться. Компания Инксистем, в двух словах, компания, которая занимается производством и продажей расходных материалов для струйной печати. Это картриджи, чернила, фотобумага и так далее. Основные страны производства – это, собственно, Южная Корея и Китай. Мы работаем там на разных условиях, с более чем 20 заводами. И в основном я буду говорить о сравнении украинских компаний и азиатских компаний и об открытости в некоторых аспектах со стороны последних. Многие знают, что Южная Корея и Китай – это страны, которые занимают лидирующие места в экономике мира. Но на вопрос, почему они являются лидерами, большинство людей отвечает очень просто. Потому что там дешево. Потому что там очень дешево и там лучше всего производить. Однако не так много людей знают о том, что уже несколько лет назад, порядка пяти лет, как себестоимость труда, стоимость рабочей силы в Китае превысила стоимость рабочей силы в Украине. Соответственно, по идее, если у нас стало дешевле, инвестиции со всего мира должны прийти к нам, в нашу страну, в Украину, в Россию и так далее. Но этого не происходит. Соответственно, вопрос возникает в том, что, возможно, причина не только в дешевизне, но и в каких-то других аспектах. И именно этому будет посвящен мой доклад. Я вкратце расскажу о разных аспектах работы, с которыми мы сталкиваемся в сотрудничестве с украинскими, российскими и, с другой стороны, с азиатскими компаниями. И думаю, что ответ на этот вопрос станет понятнее для каждого из вас. Во-первых, цены. Часто, когда мы собираемся что-то заказать в Украине либо в России, мы сталкиваемся с тем, что нам отвечают, расскажите больше о вашей компании, перед тем, как мы скажем, наши цены. Какой заказ вы хотите сделать? Что да как? Цены может дать только директор. А директора сейчас нет. Директор будет позже. Вот вам цена только на одну позицию. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Когда обращаешься в корейскую либо в китайскую компанию, ты получаешь цены сразу же, буквально в течение нескольких часов. И неважно, какая часовая разница. Ты получаешь цены от всех компаний, к которым ты обратился, получаешь разные варианты работы с ценами и, собственно, получаешь полный спектр этих цен. И это огромное преимущество при работе с такими производителями. Что касается производства, здесь вообще веселая история. Мы в свое время намеревались работать с украинскими и российскими компаниями, однако большинство из них даже не захотело общаться с тем, чтобы показать свои производственные мощности. И они просто говорили, мы производители, поверьте нам, и все здорово. Но в бизнесе нет такого понятия, поверьте нам. Есть позиция доверяй, но проверяй. И когда украинские и российские компании говорят, все окей, но мы не можем показать вам наше производство, возникают большие трудности в дальнейшем сотрудничестве. Что касается азиатских компаний, то во время одной из своих поездок в Азию весной этого года, когда я посетил один из крупнейших заводов в мире по производству чернил с переговорами о возможном сотрудничестве, один из вопросов, который я задавал, это контроль качества. И контроль качества воды, каким образом завод заботится об очистке воды для дальнейшего производства чернилу. В двух словах по поводу размеров завода, он производит чернила тысячами тонн, при том, что в одном оригинальном картридже содержится примерно 8, всего лишь 8 миллилитров чернил. И, соответственно, стоимость этого картриджа составляет порядка 100 гривен. То есть обороты у этого завода огромнейшие, просто невероятно большие. Но когда я задал вопрос, каким образом они очищают воду, директор сказал, окей, ты хочешь на это посмотреть? Да, хочу. Вот он позвал человека с ключом, мы залезли на чердак, потом оттуда на крышу, на четвереньках практически, особенно с моим ростом. И директор сам начал показывать, каким образом они занимаются контролем качества. Это один из аспектов производства. При этом я попал в отдел проектирования, в отдел разработок, в отдел контроля качества и так далее, и так далее, и так далее. Это очень сильно повышает доверие, трастовость этой компании и, в принципе, сотрудничество с компаниями в этой стране. Чего не скажешь о большинстве украинских и российских компаний, к сожалению. Следующий вопрос – это стандарты. Украинские заводы не только на примере нашей компании, но и на примере компаний, с которыми мы общаемся, практически никогда не соглашаются работать по стандартам заказчика, хотя мировые тенденции говорят совершенно о другом. У меня иногда складывается такое впечатление, что корейцы или китайцы, если скажешь им, что нужно прыгать только на левой ноге, когда вы производите продукцию, они скажут – да, конечно. Потому что любые требования, которые выдвигает заказчик, они удовлетворяются, они говорят – окей, хорошо, мы это сделаем. В частности, в нашем случае мы в последнее время начали контролировать не только качество выходного продукта, но и качество производственного процесса, промежуточные этапы, как непосредственно производится продукция. Контролировать определенные операции и более того, полезли еще глубже, полезли в контроль сырья определенных производителей, с которыми мы работаем не так давно. И они говорят – да, окей, мы будем соблюдать ваши стандарты и действительно их соблюдает, присылает отчеты и так далее. Следующий вопрос – это вопрос по поводу разработки. Здесь я хотел бы привести пример наших друзей. Это достаточно известный дизайн-студия «Дорогая», который занимается также производством магнитов, сувенирных магнитов и продает их в достаточно больших количествах в разных городах и странах. Когда они обратились впервые с заказом подобной продукции, им нужны специальные магниты. Вот обратились несколько десятков украинских и российских заводов. Все заводы как один сказали – нам это неинтересно, у вас маленький объем, мы не будем этим заниматься, это специфическая продукция и так далее. Когда они обратились тоже к нескольким десяткам заводов в Китае, они получили 20 предложений и следующий вопрос был только выбрать наилучший вариант. То есть азиатские производители согласны практически на все. Если говоришь им «Окей, произведи из такого-то материала», они говорят «Хорошо». То же самое касается формы, физических и химических свойств, размеров, технологий применения, упаковки, комплектации, инструкции по установке и по использованию. Они говорят «Да, хорошо, мы это сделаем». Это безумно здорово для тех компаний, которые начинают работать с своей продукцией. В Западной Европе очень популярна пословица, что компания в Азии занимается производством, компании на Западе занимается маркетингом, потому что производство нет смысла делать, потому что можно заниматься только маркетингом, а азиатские компании, а азиатские производители делают все и даже более того по стандартам заказчика. Следующая концепция очень повеселила нас в свое время, когда мы начали искать поставщика, производителя по специальному виду флешек, который нам понадобился, и обратились к ряду компаний из разных сфер и спросили, «Можете ли вы сделать нам конкретные флешки?» 100% компаний сказали «Да, мы можем это сделать». У нас иногда складывается впечатление, что если мы попросим их произвести нам велосипеды, все как один ответят «Да, мы готовы это сделать». И судя по информации, которая у нас есть от наших партнеров, от других компаний, «Да, конечно, мы это сделаем». Это главный ответ, который дают азиатские компании, в отличие от компаний в Украине, которые говорят «Ну, это не наш профиль, мы сделаем, если будет большой заказ, возможно, мы сделаем это позже, хотя у самих не загруженное производство». Огромным преимуществом азиатских компаний является то, что они отвечают всегда «Да». Даже если они не производят эту продукцию, да, пускай они накинут на какую-то цену, но при этом они сделают продукт, который вам нужен. В Украине есть огромная проблема – это найти хорошего поставщика. В Китае и в Корее такой проблемы нет. Там есть проблема выбрать из множества вариантов. У них, я бы даже сказал, больше такая чрезмерная, радикальная открытость, как мы уже говорили. Но при этом у вас есть сотни вариантов, и тот предприниматель, та компания, которую вы выбрали, знает, что если она ошибется, то 99 компаний стоят за ее спиной и готовы выполнить эти работы вместо нее, в отличие от украинских компаний, которые с трудом, с линцой соглашаются, говорят, ну ладно, мы произведем это под вас. У нас иногда складывается впечатление, что если мы попросим произвести что-нибудь особенно интересное, например, панду из жвачек, то мы найдем массу производителей, которые с удовольствием сделают такой проект под нас. И главный тезис, о котором я хотел бы сказать, перефразируя немножко американскую пословицу, звучит следующим образом. Открытым быть трудно, но экономически выгодно. Идея в том, что для компаний очень трудно становиться более открытыми. Например, показывать свои цены, показывать свои условия, рассказывать о том, каким образом они работают, потому что это же слив коммерческой информации, этим могут воспользоваться конкуренты и пользуются конкуренты. Они забирают наши продажи, мы сможем меньше зарабатывать. Это то мнение, которое бытует в большинстве компаний, которые мы сами у себя тоже достаточно сильно и долго преодолевали. Однако, если посмотреть глубже в экономику, то есть понятие позитивной и негативной спирали. Если есть спираль позитивная, когда вы показываете свои цены, например, показываете свои производства и становитесь более открытыми. И в этом случае, да, действительно, вашими знаниями обладают конкуренты. Но при этом конкурент – это один из десяти обращений, а девять обращений – это потенциальные заказчики. И в условиях конкуренции заказчик выберет ту компанию, которая более открыта, чем ту компанию, которая более закрыта, и скажет, окей, я не буду показывать всем, чтобы обо мне не узнали конкуренты. И наоборот, есть негативная спираль, когда компания все больше закрывается, она получает все меньше заказов, все больше боится за каждого заказчика, все, соответственно, дальше не показывает о себе информацию и в итоге спускается вниз, 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 вниз. Это то, что мы имеем сейчас в Украине. И, к сожалению, на пути открытости азиатские компании обогнали нас на очень-очень много шагов. И это плохая новость для всех нас. Но есть и небольшая хорошая новость, которая начала формироваться совсем недавно и которая может заслужить нам добрую службу. Это замедление экономического роста в Китае и в Корее. Это, к сожалению, вызвано не тем, что компании из других частей мира, в частности из СНГ, начинают все больше и больше атаковать азиатские компании. Это вызвано тем, что с двойки на тройку подниматься гораздо проще, чем с пятерки на пять с плюсом. И что эти компании уже выработали свой ресурс и, соответственно, их ресурсы становятся все более дорогими, их зарплаты становятся все более дорогими, расходы на социальные направления тоже все время увеличиваются, 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 потому что этого требует население. И продукция азиатских компаний становится все более дорогой. И это дает определенные надежды для украинских предпринимателей, для украинских предприятий. Это дает нам шанс, которым, будем надеяться, мы воспользуемся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова